Более полугода Более полугода Счастливо прошло для него Он сидел около больной И держал ее за руку Клюшница Марфа стояла в ногах Пригорюнившись и вздыхала Молодая горничная девка Приготовляла новый горчичник Перемарав в нем руки и лицо Приехала Юлия Владимировна В сопровождении грезетки Бережно несшей новое платье Сначала она прошла в свой кабинет Или как она его называла Будуар И еще раз Начала примеривать обнову Платье сидело Необыкновенно ловко Юлия Владимировна с полчаса Любовалась перед большим зеркалом Своим платьем и собой Она оглядывала себя Во всевозможных положениях И спереди, и с боков И потом подвигала стул И садилась, чтобы видеть Каково будет платье, когда она сядет Платье было Было отличное Переодевшись, Юлия Владимировна Вошла в комнату больной Что ж вы не собираетесь По сию пору не бриты Сказала она, даже не поздоровавшись с мужем Я сегодня не могу ехать, Юлия Проговорил Павел Вот прекрасно Вот хорошо Вскрикнула Юлия Каким-то неприятно Звонким голосом Зачем же я платье делала? Зачем вы это меня Дурачите? Вы видите, матушка умирает Скажите, пожалуйста Что выдумал? Во-первых, матушка не умирает А обыкновенно больна А во-вторых, разве вы поможете, что тут будете сидеть? Воля твоя, я не в состоянии И вы это решительно говорите? Вы знаете, когда можно ехать, я еду Нет, вы скажите мне, что вы решительно не хотите ехать Я не могу ехать Очень хорошо Отлично Вы думали меня испугать Ужасно испугалась Я одна поеду Павел ничего не отвечал Юлия вышла в угольную И, надувши губы, села на диван Спустя несколько минут она начала потихоньку плакать А потом довольно громко всхлипывать Павел прислушался И тотчас догадался, что жена плачет Он тотчас было встал, чтобы идти к ней Но раздумал и опять сел Всхлипывания продолжались Герой мой не в состоянии был долей выдерживать свой характер Он вышел в угольную И несколько минут смотрел на жену Юлия при его приходе еще громче начала рыдать О чем же вы плачете, спросил он Всегда напротив, говорила сквозь слезы Юлия Если бы я знала, я просила бы папеньку Как я поеду одна? Зачем же я делала платье? Вечно с вашими глупостями Я не служанка ваша смеяться надо мной Ох, как вы малодушны Сам ты малодушен, тюфяк Павел улыбнулся и сел около жены Но Юлия отодвинулась на другой конец дивана Не извольте садиться около меня, неблагодарной Вчера что вечером говорил? Я и теперь скажу то же Очень нужны мне твои слова Притворяется туда же Умереть для вас готов А съездить на вечер не хочется Как вы несправедливы ко мне Что если мы поедем, а матушке станет худо Что даже посторонние скажут С какими чувствами мы будем веселиться Вот, прекрасно, с какими чувствами Не прикажете ли все сидеть да плакать Пойдите вон, видеть вас не могу Наказал меня Бог, по милости, папеньки Наденька, теперь, я думаю, уж совсем оделась При этих словах Юлия снова взлела слезами И упала на подушку дивана Юлия, это ведь смешно Вы ребячите, сказал Павел Подходя снова к жене Отойдите от меня, вскрикнула Юлия Оттолкнув мужа рукой, продолжала плакать Павлу жаль было жены Он заметно начал сдаваться Не плачьте, Юлия Я поеду, проговорил он Юлия не унималась Я поеду, я пойду сейчас бриться Ну вот, видите, я пошел бриться Говорил Павел и действительно пошел в зал По уходе мужа Юлия тотчас встала и отерла глаза Дурак этакий, говорила она про себя, глядясь в зеркало Вот теперь с красными глазами приезжай на бал Очень красиво Муж и жена начали одеваться Павел уже готов был через четверть часа И в ожидании одевавшейся еще Юлии пришел в комнату матери и сел Задумавшись около ее кровати Послышали шаги и голос Перепитуя Петровны Павел обмер Он предчувствовал, что без сцены не обойдется И что тетка непременно будет протестовать против их поездки Батюшки мои, что это у вас наделалось? Говорила Перепитуя Петровна, входя в попыхах в комнату и не замечая Павла Господи, матушка, сестрица, Господи, какой в ней жар Да был ли у нее лекарь-то? Лекарь был, тетушка, произнес Павел Перепитуя Петровна наконец заметила племянника Что, батюшка, сказала она, уморил матушку-то? Дождался этакого счастья Смотри, каким франтом, модный какой На какой радости-то Павел не смел объявить тетке, что он едет в собрание Но Перепитуя Петровна сама догадалась На бал, что ли, они куда едут праздновать? Спросила она, обращаясь к ключнице Марфа молчала На бал, что ли, едете с супругой-то? Продолжала она, обращаясь к Павлу Нас звали, тетушка, на дворянский бал Да что, Павел Васильевич, с ума, что ли, вы сошли? Помешались, что ли, вы совсем своей благоверной-то? Царица небесная, не позволю вам этого сделать Не позволю срамить вам нашего семейства Извольте сейчас раздеваться и остаться при матери И жену не пускайте Что такое? На что это похоже? Только по балам ездить Про юрдонитесь еще, по миру пойдете Много отвалили за женушкой-то? В кулаке, я думаю, все приданное унесешь Не смейте, сударь, ездить Старуха в это время застонала Матушка моя, голубушка, и ты мучишься? Как не мучиться, видя эдакую неблагодарность и бесстыдство? Мое не такое здоровье, да и то в груди закололо В это время в комнату вошла совсем одетая Юлия Увидев тетку, она нахмурила брови и даже не поклонилась ей, но обратилась к мужу Что ж, поедем, пора Павел решительно не знал, что делать Перепитуя Петровна вся вспыхнула Нет, не пора И не может быть пора Юлия сделала гримасу и продолжала натягивать французские перчатки Велите подавать лошадей Сказала настоявшей тут же горничной Велите отложить лошадей Перепила Перепитуя Петровна, поднимаясь со стула и придя в совершенный азарт Павел Васильевич, что ж вы молчите, велите сейчас отложить лошадей Останьте с дома и оставьте ее Она не смеет против вашего желания делать Юлия взглянула на Перепитуя Петровну и залила самым обидным смехом Что, ваша тетка, верно? Сумасшедшая? Спросила она Павла Перепитуя Петровна, не слишком осторожная в собственных выражениях Не любила, впрочем, чтоб ей говорили дерзости Нет, я не сумасшедшая А сумасшедшие-то вы с муженьком Как вы смели мне это сказать? Я, сударыня дворянка, почище вас Я не выходила в одной рубашке замуж Не командовал своим мужем Я не позволю ругаться нашим семействам, которое вас облагодетельствовало, нищая этакая Как вы осмели ли сказать мне это? Не смей ехать! Говорят тебе, Павел, не смей ехать Командирша какая! Много ли лошадей-то привели? Клячи не дали? Фронтить туда же! Слава богу, приютили, под кровлю кормят? Так нет еще! Юлия сначала с презрением улыбалась Потом в лице ее появились какие-то кислые гримассы И при последних словах перепитуя Петровны Она решительно не в состоянии была себя выдержать И, проговоря Сама дура Вышла в угольную, упала на кресло И принялась рыдать, выгибаясь всем телом Павел бросился к жене и стал даже перед ней на колени Но она толкнула его так сильно, что он едва устоял на месте Перепитуя Петровна, стоя в дверях, продолжала кричать Вишь, как кабеница! Вишь, как гнет! Вставай, батюшка, на колени Еще пощечину даст Вот так! В губу бы еще ногой-то таковской! Ой, ой, умираю! Кричала Юлия Больная, обеспокоенная криком, застонала Павел был точно помешанный Не помня себя, вошел снова в комнату матери и сел на прежнее место Чтобы окончательно дорисовать эту драматическую сцену Явился Михаил Николаевич Масуров Весь в милу, с взъерошенными волосами И с выбившуюся из-под жилета манишкою Вошел он по обыкновению быстро Первый предмет, попавшийся ему на глаза, была лежавшая на диване Юлия Это что такое? Проговорил он Верно худо-матушке? Юлия Владимировна! Юлия Владимировна! Что вы такое делаете? Вслед за тем Масуров вошел в спальню матери И увидел там сидевшего Павла, державшегося обеими руками за голову Перепитуя Петровна в это время была в девичьей И перед лицом девок ругательски ругала их молодую барыню И запретив им строго ухаживать за ней Велела тотчас же отложить лошадей Что они? Угорели все, что ли? Павел Васильевич! Братец! Полноте! Что вы тут делаете? Спасите жену! Она умирает! Проговорил Павел Бога ради! Спасите! Масуров пожал плечами и пошел к Юлии Юлия по-прежнему лежала на диване с закрытыми глазами Всхлипывая и вздрагивая всем телом По щекам ее текли крупные слезы Сестрица! Юлия Владимировна! Вставайте! Перестаньте плакать! Что это вы делаете? Перестаньте гнуть шею, сломайте! Постойте, хоть я вам платье-то расстегну Платье-то какое славное! Видно, больное! Масуров остановился и несколько минут посмотрел на невестку Что же мне с ней делать-то? Ей пух не знаю! Разводой вспрыснуть! С этими словами он вышел в залу В Лакейскую Но и там никого не было из людей Делать было нечего Масуров вышел на двор Набрал в пригоршни снегу И вслед за тем, вернувшись к своей пациентке Начал обкладывать ей снегом голову, лицо и даже грудь Юлия сначала задрожала, чихнула И, открыв глаза, начала потихоньку приподниматься Павел, подглядывавший потихоньку всю эту сцену Хотел было при начале лечения Масурова выйти и остановить его Но, увидя, что жена пришла в чувство Он только перекрестился Но войти не решился И снова сел на прежнее место Между тем Юлия совершенно уже опомнилась И, водя рукою по лбу, как бы старалась Припомнить все, что случилось Здравствуйте, сестрица Что это такое с вами? Велите подать лошадей мне, говорила она Я не могу здесь оставаться Меня скоро бить начнут Скорее, лошадей мне, они заложены Масуров вышел и скоро вернулся Лошади отложены, сестрица, сказал он Юлия пожала плечами Есть с вами лошади Дайте мне ваших лошадей У меня извозчик, дорогая Ничего Проводите меня Извольте, сестрица Да вот как же, Павел Тава Васильевич Ему надо насказать Он очень беспокоится Пусть он беспокоится о своей мерзкой тетушке Дайте мне салоп Он в лакейской висит Масуров повиновался Юлия уехала Куда это Юлия поехала? Спросил Павел, выйдя к Масурову Право не сказала Вот узнаем от извозчика, как вернется Что такое у вас вышло? Павел вздохнул и не в состоянии был ничего сказать Явилась перепитуя Петровна И рассказала Масурову, в чем дело было Вернувшийся извозчик донес, что Юлия поехала к отцу Масуров еще с полчаса пробыл у брата И по-своему успокаивал его и тетку Павлу он говорил, что это ничего Что у него Лиза первый год, вышедшая замуж, каждый день падала в обморок Что будто бы девушки, сделавшись дамами, всегда бывают как-то раздражительны, чувствительны И что только на это не надо бы насмотреть и много уважать У перепитуя Петровны он внимательно выслушал трижды рассказ о злодейских поступках племянницы И вполне согласился с нею, что Юлия даже не стоит названия благородной женщины А потом, объяснив, что он еще не доиграл партию в Бастон Отправился куда ему нужно Отправился куда ему нужно Отправился куда ему нужно